Всем привет! С вами видеоблог WarStory. И сегодня будет мега полезное видео для тех, кто вообще никакого отношения к миру антиквариата не имеет, но хочет продать что-то своё и при этом не быть обманутыми вот этими злыми антикварами жадными, которые у бабулек всё за 3 копейки покупают, потом продают за миллион. В общем слушаем, вникаем, всё просто и прямо сейчас понятно будет. На примере вот этих вот вещей я сейчас расскажу вам как вести себя при продаже собственного антиквариата. При условии, что вы не хотите быть обманутыми людьми, которые у вас купят дёшево, а сами продадут за дорого. Итак, допустим я обычный тракторист и у меня дома где-то допустим в Смоленской области я живу и у меня дома есть куча всякого хлама. Вот я залез на чердак, порылся, порылся и нашёл допустим пару знаков и фотокарточку. Всё остальное вообще хлам, но вот это вот привлекло моё внимание. А у меня допустим жена беременная и вот я такой думаю, блин надо бы денег где-то нарыть. У меня естественно есть интернет какой-то, есть компьютер, надо как-то эти вещи продать. Потому что понятное дело, что это антиквариат, плюс это царские награды, они у нас к обороту в стране не запрещены. И всё это будет по закону, если это всё дело продавать и покупать. Итак, перед нами две награды и мы сразу же применяем первое правило. Изучи вещи сам. Почему нужно самому изучать вещи? Потому что вилка цен, например на эти конкретные предметы, она, я забегаю вперёд, так как уже вам скажу, она вот такая. Например, начинается цена от цены лома, то есть вещи серебряные и их можно, грубо говоря, минималка цены, это просто цена серебра. И заканчивая вообще потолком, например по крестам по тем же самым. Что делает среднестатистический человек, когда вот это видит? Он звонит в антикварный магазин и говорит, у меня медаль, у неё вот здесь глаз, внизу написано 1904-1905, сзади какое-то заклинание и крестик ещё есть. Георгиевский. Четыре степ внизу написано. Сколько будет стоить? И всё это по телефону. И человек, какой-нибудь антиквар, если он вообще ушлый, он тут же забивает встречу, чтобы подъехать. Потому что понимает, что там примерно. Знает, что надо встретиться и дожать прямо там на месте. Человека дать, я не знаю, вот 10 тысяч рублей или если завтра принесёшь эти вещи, то я тебе даже десятки не дам. Мне просто сейчас клиент, я вот сейчас готов за 10 тысяч рублей тебя купить, а завтра не буду готов. Так что отдавай. Что-то в этом роде, например, будет подобный диалог. Кстати, на эту тему ведутся основное количество людей, которые приносят предметы. Если мы изучаем предмет сами, не просто спрашиваем у кого-то, а действительно начинаем вникать в ситуацию. Тут у нас есть такое разветвление, нам нужно атрибутировать вещь и изучить её нюансы. Если вещи такие простые, про них очень много информации в интернете и, например, набирая 1904-1905 и то, что сзади написано, да вознесёт вас Господь в своё время, вы сразу поймёте, что перед вами памятная медаль за участие в боях в русско-японской войне. И выходит, что если мы возьмём какой-нибудь мешок или авито, это сайты по продаже вообще всего на свете и забьём туда просто медаль за русско-японскую, то у нас сразу повылетает предложение от 2000 до 6000-8000 и так далее. Вот примерно так смотрят люди, которые просто атрибутировали, не изучают нюансов и они видят примерно какую-то стоимость. И допустим антиквару, но они же не дураки, они скажут не самую минимальную цену, а среднюю. Антиквару приносят и говорят, что возьмёте за 6000. Он такой смотрит и говорит, ну 500 скинете, скинете всё, давайте забирайте. И взял например вот её за 5500. Но мы не учли тот нюанс, что эта медаль в серебре. А допустим там на авито там всё в бронзе и есть большая разница между светлой бронзой, тёмной бронзой и серебром. Это можно сказать как три степени, то есть для комбатантов, не комбатантов. А в серебре это для защитников порта Артура. И по-моему ещё вот этот подвиг, битва в Варяга и корейца. Вот этот момент тоже был отмечен именно серебряный. Сейчас на память не помню, но по-моему так. И смотрите получается, что вот этот антиквар взял вещь вот эту за 5500, но так-то она стоит где-то в районе 20-25. Вот эту конкретно я взял за 24 с пересылом и она мне вышла. Потому что она редкая. И это как раз нюанс. И этот нюанс даёт достаточно большой пинок по цене. Вы можете оценить 5 или 25. Это не сложно. При этом у нас получается уже цена, грубо говоря, та по которой человек в принципе может реализовать свой предмет, в данном случае медаль. Возросла с цены лома или с цены за сколько даст местный чел из антикварки стоящий недалеко от дома на углу или с ломбарда до уже достаточно серьёзных цифр. И для меня как для простого работяги из Смоленской области это весьма-весьма-весьма значимая цена. Ну она реально значимая. Итак, как быть, как её атрибутировать и как в эти нюансы вникнуть. Это же не откуда-то там с неба информация падает. В данном случае мы получается просто должны нагуглить какой-то информации относительно вот этих вот вещей. Если это медали, например, царские, есть хорошие ресурсы в интернете и нужно просто почитать. Там есть все варианты, основное количество вариантов и даже ранжирование по ценности. И, например, вы уже можете это сделать самостоятельно. Если у вас, например, нету прям вот вообще много времени и нету интереса вообще к этому всему, то вы можете пользоваться помощью зала. Вы можете пользоваться помощью специалистов на профильных форумах. Сейчас практически по любой теме есть профильный форум. Например, по наградам, там, к антифалеристика, по военному антиквариату, там тот же самый ВВ2 или там форум антиквариат. На вот этих ресурсах вы можете задать вопрос относительно вещи не в разделе продаж, не в разделе сначала оценки, а вот именно в разделе, чтобы вещь изучить и задав там грамотный вопрос, получить грамотный ответ от специалистов. В 95% случаев это работает и вам объяснят, потому что люди, как правило, действительно рассказывают, что это, как это и это бесплатно. Что нужно сделать для того, чтобы эту вещь разместить, например, на форум? В первую очередь понадобятся качественные фотографии. Вот смотрите, сейчас на экране качественные фотографии. Здесь видно полностью весь аверс, реверс, видно получается гурт. Вот здесь вот с торца видно ушко. То есть мы основные моменты, которые важны для того, чтобы посмотреть это оригинал, не оригинал, что за вариант и так далее. Мы их показали. А вот сейчас перед нами некачественные фотографии. Те фотографии, которые обычно присылают люди, которые не имеют отношения к миру антиквариата и не знают куда смотреть и куда смотрят, например, специалисты. По таким фото никто вам ничего не скажет. Скажут максимум, что это похоже на то-то, но никакой конкретики никогда не будет. Плюс любой нормальный, уважающий себя специалист на форуме или даже не специалист, он не будет просто по таким фотографиям что-то, какую-то атрибуцию делать, потому что это немножко неуважение к собеседнику делать на форуме. На отстань. Вот так вот фотографии. Да, ещё плюс хорошие фотографии можно будет загрузить куда-нибудь в поисковую систему и грубо говоря погуглить по фотке. И часто бывает то, что например если вещи какие-то рядовые там узнаваемые, то можно будет по найденным каким-то изображениям по ним выйти на сайт, где собственно есть информация. И допустим в тех же самых интернет-магазинах продавцы пишут информацию, дают полные расклады и это тоже полезно. В итоге нам в первую очередь нужны хорошие фотки. По ним интересно смотреть. Можно просто даже в сканер, например медаль положить и вот она отсканируется и всё будет хорошо. Всё, фотографии сделали, ищем нужный раздел. Не ошиблись, поместили в нужный раздел например в данном случае по медалям. И так и напишем, я такой-то, такой-то нашёл медаль, мне интересно что это, кому давалось, если не сложно поделитесь ссылками и прочее. Развёрнутый вопрос дайте, потому что тогда и чтобы эти вопросы были развернуты, но конкретные. То есть например оригинал, не оригинал, кому выдавалось, в каком году учредили там её и прочее. Кто-нибудь обязательно подскажет, люди делятся информацией. Хоть у нас есть такой момент, что часто люди зажимаются, но в 95% случаев люди охотно друг даже перед другом, кто вперёд что-нибудь очевидное скажет в их кругах, это всё выдаст. Это нормально. И у вас вот уже есть информация, вы владеете этой информацией. Например в данный момент вам скажут, что это действительно серебряная медаль. Что она лучше с точки зрения коллекционной ценности. И в итоге вы вот получается уже сами что-то наизучали. Вы сами уже атрибутировали и вникли в нюансы. Следующее правило. Оцени вещь сам. Любые просьбы об оценке это чисто такое субъективное мнение того человека, которого ты спросил. Как правило это мнение оно даётся без какой-то ответки. Это просто такая тема, на которую опираться сложно довольно таки. В итоге, например, если человек просто выгружает на форум в раздел оценки какую-то вещь, ему её там оценивают. Это не значит, что эта вещь столько стоит. Это значит не то, что эту вещь за эти деньги купят. И так же это не значит того, что эта вещь стоит не тысячу, которую дали в оценке, а десятку, например. Которую эта вещь стоит в рынке по незаряду, грубо говоря. В итоге, если мы оцениваем вещь сами, мы должны сначала набрать каких-то, грубо говоря, примеров проходов подобных вещей. Здесь очень важную роль играет состояние. Нужно его объективно, адекватно оценить. Причём об этом точно также можно спросить на уровне вникания в нюансы. Допустим, какого состояния вот этот предмет. С монетами, допустим, это всё очень просто. Там есть прям рейтинг. С наградами тоже примерно как с монетами. Например, если вот с ножами, со штыками, с кортиками. Там немножко всё это дело сложнее, потому что вещь больше и прочее. Но объективно надо оценить состояние предмета и сравнивать с таким же состоянием. То есть, если вещь нулёвая абсолютно, сравниваем с нулёвыми. Если вещь сильно тёртая, сравниваем с таким вот. Но мы, допустим, берём именно такое хорошее состояние. Допустим. Итак, сам процесс оценки. Первое. Мы, конечно, выкладываем всё равно на форумы в оценку. Желательно на несколько форумов. Где-то могут не ответить, где-то там может разразиться реальный спор нормальный и люди какие-то цены там скажут. Допустим, какую-то цену там вывели. Примерно какую-то вилку понимания. Мы берём эту информацию как справочную. Потому что, как правило, это либо низы цен, либо даже может быть ниже-низа цен просто из разряда сколько людям там не жалко они пишут. Вот вещь стоит может гораздо дороже. Второй шаг. Мы идём в интернет-магазины специализирующиеся по конкретной теме и начинаем там гуглить цены. На вот такой же предмет такого же варианта в таком же состоянии. И там тоже находим некое среднее арифметическое. По которому оценивается, допустим, в магазинной среде подобная вещь. И следующий шаг. Мы, грубо говоря, выбираем где-то середину плюс-минус. Потому что мы понимаем, что магазины это люди, которые плотно сидят на какой-то своей теме. Эти люди имеют клиентскую базу. Они вкладываются в рекламу, они вкладываются в аренду, как правило. Если это ещё и живой магазин. Они вкладываются в зарплату сотрудников и так далее. В итоге у них и накладные расходы больше. Они вынуждены держать некую высокую цену. Плюс они свою экспертизу ценят. Поэтому ещё там есть некий момент надбавки. И плюс у них есть просто клиенты, которым они могут свои вещи показать. Если же это, например, вы будете по такой цене продавать скорее всего 99% что не получится. Но по крайней мере тем людям, которые не хотят продавать эта информация к сведению очень хорошо пригодится. Итак, у нас в оценке есть форумная цена и цена магазина. Одна больше, вторая меньше. Мы выбираем где-то средняя, как правило, так и получается. И это получается реальная цена, по которой можно будет эту вещь продать где-то на открытых торговых площадках, где тусуются коллекционеры, допустим, данных вещей. По большому счёту я сейчас это всё говорю, чтобы у вас было понимание ценообразования. А то многие думают, что вещь стоит столько, сколько за неё готовы дать. Нет. На все вещи сформирован рынок и этот рынок такими ступеньками идёт. И вы как раз и должны попасть где-то в середину, чтобы не по самым низам отдать, но и вверх не залупить, чтобы грубо говоря не развалилось всё ваше представление об этой вещи. То есть оценить объективно. Это в идеале. Но всегда есть естественно нюансы, вправо-влево ценник двигается. Здесь уже по ситуации надо смотреть. Но вот такой вот идеальный момент я описал. Итак, мы вещь поняли, что перед нами, оценили её корректно, плюс-минус вилку цены, поняли хотя бы где она. Это там 10 тысяч рублей или это там 15-20. Соответственно, поняли это всё дело и подошли плавно к третьему правилу. Третье правило звучит как продай вещь сам. Да, всё просто, как и предыдущие два, всё нужно делать самому. Потому что если хочешь что-то сделать хорошо, ты делаешь это сам. Это правило такое жизни. В итоге, где эти вещи продавать? Продавать можно на форумах, на тех же самых Авито, на каких-то там торговых площадках, в социальных сетях. Это всё работает. Потому что в основном, ну что если ты просто выйдешь на улицу и скажешь, что у меня есть медаль такая-то. Ну тебе скажут, ты молодец. Или там другой скажет, ты даже не служил, ну и что-нибудь такое. Но нужно идти с этими вещами туда, где эти вещи оценят. Соответственно, в то место, где кучкуются, где тусуются коллекционеры. Это вот как раз такие открытые торговые площадки. И здесь как раз есть нужный вам контингент. То есть это либо антиквары из нормальных магазинов, которые ищут хорошие вещи. Не просто там какой-то понизам всё подряд берут, лишь бы дёшево. Которые ищут хорошие вещи. Либо это коллекционеры, которые не хотят покупать в магазинах. Потому что всё-таки там есть некий перезаряд. Но и вещи выбирают не самые простые, не самые рядовые. Поэтому готовы за них подзаплатить. Например, в случае вот с этой медалью я её взял на форум фалеристика по-моему. И вот как раз там был аукцион. Там сидят знающие, понимающие люди и продавцы и коллекционеры и торгуются за подобные медали. Вот я её взял за 20 с чем-то тысяч. В итоге тот человек, который её первый отдал, он естественно её отдал за недорого видимо тому человеку, который уже перепродавал. И потом, пройдя несколько рук, она попала ко мне. Если бы тот человек сразу же пошёл бы на фалеристику и сделал бы вот эти движения, которые занимают один день от силы просто. Один день сфотографировать, изучить тему. Он бы получил допустим в районе где-то месячной зарплаты. Но нет. Человек не захотел или не смог, там разные причины. И вот так получилось, что вот этот зазор цены получил тот человек, который вещь перепродавал. Естественно выполнив эту работу. И таких случаев много. Итак, вот они три самых простых правила, при котором можно вместо 3-5 тысяч рублей за такую медаль получить 20-25. Ещё пример подобных вещей. Вот например, это Крест. Обычный неподготовленный зритель может допустим сказать то, что это всё-таки понимающий немножко, что это Георгиевский Крест. Все смотрели, все знают как он выглядит примерно. Георгиевский Крест четвёртой степени. Окей. Загуглить например, Георгиевский Крест стоит от 10 тысяч рублей. Он придёт к какому-нибудь антиквару, скажет сколько дашь. Антиквар скажет, ну десятку стоит, давай дам тысяч семь. Он такой, ну типа ладно, и то семь это если повезёт ещё. А теперь пойдём по трём правилам. Первое. Изучаем вещь. Это у нас что? Это у нас знак отличия военного ордена Святого Георгия. То есть Георгиевский Крест он уже появился позднее. А это ранние награды, которые были на русско-турецкую войну, которые были на русско-японскую войну. И данный конкретный экземпляр как раз к ним относится. Мы видим номер. Номер это некая, как это сказать, некая индивидуальность предмета. То есть этот предмет кому-то принадлежал, был кому-то персонально вручён. Вникаем в нюансы. Если мы вникаем в нюансы просто по всем крестам, в том числе и по ЗОВО так называемому, ну сокращённо так называется ЗОВО, то понимаем то, что вот эти номера можно пробить по ГАИшному, пробить по базе. То есть можно посмотреть некую литературу, где приведены номера и кавалеры и кому вручён данный конкретный крест. Просто так это знание к вам не придёт. Вы вникаете в нюансы, а этот нюанс лежит на поверхности. Погуглив чуть-чуть мы сразу же видим предложение по пробивке и допустим вопросы по пробивке. То есть это прям реально на поверхности всё. Мы смотрим 178-317 и допустим обращаемся к кому-нибудь, чтобы этот человек нам рассказал. Иногда это бывает делают бесплатно, иногда нужно какую-то небольшую денежку дать. Часто на самом деле энтузиасты реально за так помогают. Смотрят просто какой-то скан в литературе. И вот например этот номер можно пробить, вот вы сейчас видите на экранах фотографию корабля Тихоокеанская эскадра, крейсер первого ранга Паллада. Внизу крест как раз вот с этим номером 178-317 и написано внизу знак отличия военного ордена Святого Георгия четвёртой степени, номер такой-то, матрос первой статьи крейсера первого ранга Паллада Иванников Осип. За отличие оказанное во время военных действий с Японией. А именно 9 августа 2004 года при защите крепости Порт Артур. И вот перед нами уже другая картина. Мы вникли в нюанс, пробили конкретно эту награду и мы понимаем, что перед нами лежит что-то уже крутое. И вот мы переходим к самому интересному, к оценке. И начинаем гуглить именно что-то вот такое, что-то подобное. Допустим, когда мы смотрим ЗАВО на русско-японскую войну на моряка, мы во-первых их долго не можем найти. А когда находим, начинаем удивляться, потому что это что-то, что стоило 80 тысяч рублей, что-то, что стоило там 90 тысяч рублей. За вот этот крест я отдал порядка 100 тысяч рублей. И это нормальная цена и я не дурак какой-то, потому что я знаю, что в принципе за примерно эти деньги плюс-минус, но скорее плюс, я вас могу отдать потом дальше другому коллекционеру, который хочет владеть вот таким вот документом эпохи именно с русско-японской войны, имеющей отношение к Порт-Артуру и так далее. И здесь уже немножко меняется ситуация. То есть изначально мы можем эту вещь без знаний вот этих вот слить тысяч за 6, за 7, ну за 10. Если там допустим тот антиквар шарит, он как бы это увидит. И естественно пойдёт на ваши условия какие-то. А вы будете гуглить, основная часть их там между 10 и 20 тысячами. Ну просто у вас фантазии не хватит какую-то сумму назвать. А здесь вот такая вот редкость. И мы в итоге видим какой здесь зазор. Поэтому вот эти вот три правила, они рулят ну реально всегда. Вот. И если это что-то интересное, вам никто никогда не скажет «О, ну это на моряка. Это, знаете, там по сотке проходы есть. Вот. Я вам дам 10 тысяч». Так не будет. Вот. Люди скажут «Я не знаю, что это. Ну надо смотреть». Я вообще не уверен это оригинал или нет. И начнётся дальше душилово. Просто это абсолютно реальная такая тема. Это реальный опыт общения. Я ещё в школе когда там продавал периодически регулярно какие-то вещи, которые ко мне попадали. Вот. Абсолютно так. То есть ты приходишь и там сидит мега душный чел, который предлагает мега душную цену. Даже там дешевле, чем в два раза оно стоит. Зная, что это какая-то там нормальная вещь. Я помню, у отца были эти паровозики и я как-то слил один паровозик из его коллекции. Мне дали какую-то ещё. Что-то мука была совсем. Чел. Н*****. 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 Это же был тоже аукцион. Заплатил бы я столько же и человек бы всю эту сумму получил бы сам. В итоге что мы имеем? В начале видео я говорил то, что ставим меня на место неразбирающегося человека. У меня есть вот эти вот две вещи. Пользуясь вот этими вот тремя правилами я сам изучаю, что это такое. Получаю всю информацию сам. Это очень легко сделать в открытых источниках. Вся информация есть или как я говорил при помощи форумов. Следующее. Я оцениваю это сам по проходам на форумах аналогичных похожих вещей и сам продаю. В итоге я получаю не тысяч 15 за пару или 10 за пару вот этих вот наград, а получаю свои там полновесные 110, а то и 120 тысяч за которые это и было порядка куплено. Решайте сами что лучше. В итоге вот я вот так вот на примере вот такого простого парня тракториста из Смоленской области, у которого беременная жена и который решил выручить там каких-то денег за две медальки может выручить не там десятку, а 120 тонн. Просто вот за вот эти два маленьких кусочка металла. Но ему они не нужны если он не знает даже от кого это чего как. Но здесь вот сами понимаете жизненная ситуация это важнее. Есть ещё другой момент например другой как говорят кейс случай пример. Ну вот есть некий дедушка мужчина который собирает коллекцию допустим собирает коллекцию хороших вещей с душой вкладывается и вот в какой-то момент он уходит. И нету ни завещания никакого ни записки про то что сколько стоит а допустим там могут быть реально прикольные вещи. И вот в этом случае как правило вдова или там дочка просто всё это дело фотографируют ну во-первых всё сгребается в кучу убирается в дальний угол про это все забывают. Потом оттуда это достается когда нужны деньги фотографируется и рассылается в несколько магазинов. Там это всё дело оценивается по низам. В лучшем случае это выкупается ну вот за вот такие вот деньги. Которые именно вот сама коллекция даже приближённые их не стоит. И как правило это даётся реальный минимум. Потому что действительно там часто в коллекциях бывают такие вещи которые как бы вообще не нужны. Вот. Но бывают там просто вещи золотые вещи подарки которые достаются по цене вот этих ненужных. Здесь как происходит. Это вот человек который продаёт он действительно следует правилу номер два потому что наценивает сам. И правило номер три он продаёт сам ну туда вот в этот магазин. Но он минует первое правило. Изучи сам. В итоге не изучая не вникая в предмет не понимая ничего человек естественно прилипает на деньги. Это даже обманом не назвать со стороны магазинов. Потому что магазин просто предлагает. Вот. Это просто обычное незнание которое конечно же приводит вот к таким вот финансовым потерям. Если эту тему изучить, а её придётся изучить, тогда можно выручить гораздо большие деньги. В общем то в принципе на этом наверное и всё. Это всё что я хотел сказать потому что уже вот эти вот кучи историй про то что люди там сливают там за вообще какие-то деньги которые даже близко не лежат к стоимости предметов или коллекционной стоимости. Они ну реально людей жалко когда вот такая вот ситуация происходит. Но правда бывает ещё другая штука. Когда вот человек какой-нибудь мусор, а он его выдает за прям вообще мега хорошую вещь. Вот например вот штык вот подобного с охрана выдается за такой. Ну это уже совсем другая история. Ну ещё такой момент если у вас есть какие-то вещи которые остались вам от предков. Допустим это награды, антикварное холодное оружие или форма, какое-то снаряжение, ещё что-то. То что досталось вам там от деда, от бабушки. Вы знаете кому это принадлежало или даже может быть непонятно кому. Но явно что это в вашей семье. Я каждому из вас искренне желаю иметь возможность это не продавать и от этого не избавляться и оставлять вот эту историю в семье и передавать её из поколения в поколение. Потому что в принципе на этом действительно держится наша культура и на этом держится вот эта вот преемственность поколений. Казалось бы какие-то вещи, какой-то антиквариат. Но всё-таки это то, что принадлежит семье. Это можно сказать, что уже фамильные сокровища. В общем в этом видео я сказал больше даже чем хотел. Храните свою историю либо оцените её действительно по достоинству. Всем вам доброго вечера и увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!